Огромный район Риги превратился в стройплощадку. Требуется 21 миллион латов, чтобы привести в божеский вид дорожную развязку на улице Даугав-Гривос. Подробности далее. Вот уже 4 месяца в Риге ведутся работы по масштабной реконструкции улицы Даугав-Гривос, которая завершится через полтора года. Сейчас улица Даугав-Гривос односторонняя и имеет три полосы в направлении Балдырая. Но вот на обратном пути транспортный поток сталкивается с затруднениями. Он превращается в тонкую струйку и начинает крутиться под вантовым мостом. Для того, чтобы решить эту проблему после реконструкции, здесь будет установлено две отдельные полосы движения, причем одна будет в направлении центра. Сегодня мэр столицы Нилушаков посетил стройплощадку. Чиновники и строители объяснили ему на местности, куда и как можно будет проехать, когда стройка завершится. Вот эта часть города, место, где снимали «Сталкер», она станет частью города такого же качества, если можно использовать это обозначение, как центр «Старый город». И в этом самый главный плюс. Этот проект, он достался Рижской думе в наследство от предыдущей думы, которая заключила договор с фирмой «Литовская Акрополь», которая подарила Рижской думе под условиями строительства этой развязки 6 миллионов евро, если я правильно помню цифры. И этот проект, ему уже примерно лет 8. Общие затраты на реконструкцию составят 21 миллион латов. Из них полтора миллиона – это софинансирование Европы. И три миллиона латов – это подарок литовской компании «Акрополь», которая на месте бывшего завода «Рига Сельмаш» возведет торговый центр. Этот объект сложный. Он внутри города, он в свое время не завершенный, когда строили в Антовский мост. Поэтому здесь проблем очень много. Мы сейчас работаем 4 месяца, и практически каждый день с каким-то проблемом нужно сталкиваться. И вопросами собственников, которые рядом тут есть, все пугаются, что и как будет. И очень много технических вопросов, потому что коммуникации очень глубоко. В некоторых местах мы сейчас копаем в 5-метровой глубине. Но эта зима особенно работает тяжело. Но мы справляемся. Пока вкладываемся в график. Я думаю, что оставшиеся полтора года здесь не будет таких больших проблем. Сейчас огромный район превратился в одну большую строительную площадку. Работы ведутся одновременно на многих направлениях. С одной стороны возводят новую переправу на Кипсалу, с другой стороны поднимают пешеходный мост и расчищают площадку под торговый центр. Впрочем, у города осталось еще много проблемных мест, которые нуждаются в транспортных развязках. Самые слабые – это переезд на Саркандаугове и соединение районов Имманты с Золитуды. Я, да, бываю очень часто на этом переезде, на Имманты с Золитуды, да, но тем не менее, скажем так, действительно первоочередное – это Саркандаугово, не снимая актуальности из того участка. Переезд на Саркандаугово – это полностью круг закончен. Вот Южный мост и вот все вокруг города до самого порта. Тогда мы уже, в принципе, сейчас уже планируем через какое-то время закрыть набережную для грузового транспорта. Тогда мы уже сможем закрыть, ну, качественно ее. А остальное, ну, соответственно, следующий приоритет. Даниил Смирнов, All This Face, телекомпания ТВ5.